уважаемые девы я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 12 по 18 декабря включительно сегодня мы рассматривать события этой неделе будем в общем расклад подходит и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу без исключения надеюсь что будет интересно и полезно потому что благодаря раскладу мы способны избежать очень многих ошибок предупрежден значит вооружен поэтому не стоит расстраиваться даже если вы раскладите и видите сложные или негативные карты что мы будем рассматривать рабочую профессиональную сферу ваши финансы возможные доходы расходы долги кредиты внешний мир в отношении вас скрытые факторы рассмотрим также и вашу личную жизнь и те кто в паре и те кто в свободном поиске подведем итоги этой недели посмотрим какими для вас могут быть выходные дни расклад также отобразит и покажет ваши основные кармические задачи и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану самые последние и ответит на загаданные вами вопрос также в раскладе будет еще участвовать карта дополнительного совета думайте сейчас о своем желании колода настраивается на вас работаю я сегодня на золотом универсальном таро и для тех кто знает свой асцендент напоминаю что вы можете просматривать этот прогноз и по асценденту и по своему основному знаку зодиака колода готова кому нужно больше время нажимаете на паузу а я продолжаю уважаемые девы все карты перед вами и я приступаю к его чтению вижу что на момент просмотра есть довольно таки много накопившихся вопросов есть какой-то один основной вопрос который касается дома семьи ваших родных и близких с кем-то у вас здесь довольно таки непростые отношения но я вижу что вы все равно кому-то пытаетесь в доме и в семье помогать потому что от вас этой помощи ждут и вы показаны как человек очень ответственный за жизнь других людей то есть вы на себя сами берете определенные обязательства и вы их выполняете карты также показывают борьбу постоянную борьбу в работе в профессиональной сфере для тех кто работает даже те кто не работает вообще я не вижу того чтобы вы были без дела многие из вас пытаются заработать как-то улучшить ваше финансовое поле но здесь тоже могут возникать сложности давайте разбирать все более подробно ваш расклад начинается с карты туза мечей а это говорит о том что уже в начале этой недели у вас есть четкий план всех последующих действий карта показывает вашу решительность это что вы настроены серьезно даже если есть препятствия вы готовы их преодолевать карта показывает дух воинов людей очень сильных и людей в себе очень уверенных при этом вам помогает и ваш интеллект и умение что-то просчитывать наперед общий запас энергии неплохой я вижу что по этой карте вы можете свернуть горы но может немножечко мешать излишняя импульсивность поэтому контролируйте свои эмоции даже первая карта уже говорит о том что у вас к самому или к самой себе завышенные требования это касается и тех людей с которыми вы будете в одном пространстве то есть вы во всем хотите четкости ясности и понимания то есть во всем вам нужно расставить точки над и и на входящие события для вас выпла карта королевы монет если говорить о женщинах девок конечно же эта карта показывает вас собственной персоной показывает как женщину очень умную деловую и практичную для тех у кого есть основная работа это однозначно доход это возможности умение что-то удерживать и стабилизировать умение очень правильно распоряжаться своими деньгами но то что касается работы и финансов здесь тоже очень много вопросов и вашей душе будет некая дилемма как дальше поступать и что делать потому что даже тех денег которые на сегодняшний день вы имеете их явно недостаточно либо вы для себя будете рассматривать дополнительные объекты подработки также есть желание возможно еще чему-то подучиться вы можете быть по жизни учениками и не важно сколько вам лет если говорить о мужчинах девок то большое влияние на вашу жизнь в этом периоде может иметь женщина вашей же стихии это может быть телец дева или козерог по гороскопу возможно это та женщина с которой вы будете связаны работой или делами но не обязательно это любая дама которая в чем-либо пытается вам помочь и возможно даже финансово все важные дела и начинания что мужчины что женщины начинаете решать прямо с понедельника и понедельник и вторник и из среда для вас могут быть успешными днями но скорее всего к середине этой недели поднакопиться немножечко усталость либо просто вы начинаете немного подвисать просто из-за того что не понимаете куда вам двигаться или как лучше двигаться есть какие-то противоречия вашей душе то что касается ценовой политики даже если вы работаете по ошельнику который выпал дом финансов что-то нужно перерассматривать и по финансовой политике возможно вам нужно поднимать цены за свои собственные услуги тут тоже для вас сейчас дилемма стоит или не стоит то есть неуверенные но карты говорят о том что уже нужно возможно вы кого-то жалеете идете кому-то на уступки но при этом эти действия будут в ущерб вам и вы потом сами же из этого будете ощущать дискомфорт и то что вы где-то в чем-то недополучили а расходов предостаточно потому что в большой крест вашей судьбы выпала карта пажа монет которая говорит о том что очень много ежедневных трат вроде бы по мелочам но расходуются очень крупные суммы денег и вам очень сложно эти деньги удерживать даже если вы пытаетесь их удержать накопить я вижу что вы достаточно грамотный конечно вам нужно гораздо больше чем то что вы сейчас имеете даже если меня смотрят все люди которые не работают вообще прежде всего я не вижу того чтобы вы были без копейки денег потому что вертикальной центральной линейки я вижу сразу две карты монет это и королева монет и на завершение периода мы видим тройку монет и в большом кресте мы видим пажа монет все эти карты показывают практичность занятость и то что возможно у кого-то есть дополнительный источник дохода возможно есть какие-то выплаты от государства или вас кто-то поддерживает но если говорить о чьей-то поддержке она очень слабо потому что тот человек который даже вам и помогает у него сейчас у самого какие-то свои сложности также многим из вас стоило бы обратить внимание на вопросы собственного здоровья и физического и эмоционального потому что я вижу что иногда вы теряете в себе уверенность и начинаете немножечко тормозить это и проявляется в вашей двойственности то есть очень много размышлений о том что делать дальше как поступить лучше вы начинаете копаться в себе в своей жизни могут быть такие моменты что вам хочется закрыться от общения с другими людьми может появляться желание побыть одному или одной но по хорошему по раскладу я вижу что вам нельзя уходить в себя вам наоборот нужно общаться и быть открытыми с другими людьми во внешнем мире это поможет вам наладить какие-то контакты связи это поможет вам с кем-то договориться что-то для себя вовремя решить или вовремя что-то прочувствовать потому что у вас прекрасная интуиция и вам к ней нужно прислушиваться но при этом вы не должны логически трезво мыслить уметь видеть какие-то свои ошибки со стороны но вы себя очень трезво оцениваете я это вижу также вы способны видеть и замечать ошибки других людей в целях порядка или дисциплины возможно вам кому-то и стоит сделать лишний раз замечания или лишний раз кому-то о чем-то стоит напомнить поэтому не нужно стесняться в ваши кармические задачи и выпала карта двойки жезлов которая говорит о том что нужно что-то менять в работе даже если есть основная работа эта карта не говорит о том что вам нужно работу бросить но эта карта предполагает то что у вас есть определенный выбор либо приработка либо возможность того как что-то вы могли бы улучшить в основной работе скорее всего вам нужны какие-то еще дополнительные финансовые вливания вам сейчас не помешают никакие дополнительные деньги и деньги не бывают лишними и вообще эта карта предполагает то что вы стоите на пороге перемен но вы пока не решаетесь на определенные шаги карта показывает больше позицию выжидания и анализа в чем-то своих шансов возможности на успех то есть вы пытаетесь себя оценить и думаете о том получится или не получится смогу или не смогу но карты говорят о том что если вы за что-то беретесь любое начатое дело как бы ни было сложно тяжело доводите до логического завершения и вас ждет успех я вижу что во внешнем мире вы имеете почет уважение признание другими людьми вами кто-то может восхищаться однозначно вы кому-то интересны в профессиональной сфере поэтому я не вижу того чтобы вы были без работы или без каких-то предложений если вам есть что предложить внешнему миру из своих услуг то же самое предлагайте общайтесь заинтересовывайте других в чем-то пятерка жезлов показывает постоянную борьбу а эту карту мы видим в малом кресте вашей судьбы и возможно кому-то приходится работать в условиях жесткой конкуренции тут еще могут быть и какие-то помехи от определенных людей в отношении вас с одной стороны я вижу что есть люди которые у вас могут просить какой-то помощи какого-то совета а с другой стороны вас в чем-то могут обвинять может быть именно поэтому иногда вы уходите в себя когда вы видите то насколько люди несовершенны насколько они меркантильны или алчны потому что вот эта карта говорит о том что многие с вами общаются но многим по большому счету наплевать на все то что в вашей душе на все то что происходит в вашей жизни тут по этой карте каждый тянет одеяло на себя каждый пытается что-то урвать что-то выгадать пойти по чьим-то головам также хочу сказать о том что если в этом периоде вы планируете куплю или продажу крупных объектов земельных участков в этом периоде никуда не стоит вкладывать ни малые ни большие деньги даже те у кого есть резервные деньги от любых трат сейчас и лишних расходов постарайтесь воздержаться потому что я вижу вы решаете какие-то масштабные вопросы тратится масса денег но при этом вы потом себе в своих собственных нуждах должны в чем-то отказывать карты говорят о том что многим из вас нужно развитие и дополнительное образование поэтому в это вкладываться нужно если вы чему-то учитесь обязательно продолжайте учиться я вижу творческие возможности и то что вы себя дальше еще будете открывать также карта шестерки жезлов которая выпала на внешний мир говорит о том что вас что-то приятно порадует или удивит из внешнего мира может быть чье-то предложение в плане работы приработка также показывает определенную дорогу или важную для вас встречу которая тоже пройдет очень позитивно также xo то что касается кредитных линий в этом периоде не стоит открывать никаких новых кредитных линий воздержитесь если у вас есть собственные долги я вижу что несмотря на то что деньги к вам поступают отдавать долги крайне сложно но отдавать нужно если у вас есть собственные должники вам вернуть крайне тяжело поэтому в этом периоде также Старайтесь кому-либо деньги не одалживать Потому что тяжело будет возвращать Ну а теперь перейдем к нашим семейным парам И посмотрим, что у вас Для семейных пар выпала карта пажа монет И карта пятерки жезлов В доме, в семье постоянная борьба и конкуренция Друг с другом между собой воюете Ваша вторая половинка возможно даже вас Где-то сознательно провоцирует на конфликты Может быть создает какие-то ситуации Из-за которых вы нервничаете, напрягаетесь Тут очень много споров и из-за финансовых трат Или того, куда уходят деньги Или того, как они тратятся Ваша вторая половинка в чем-то может бунтовать В чем-то может с вами не соглашаться Я вижу, что вы стараетесь как-то все решить мирно Стараетесь быть терпеливыми Но вашего терпения иногда не хватает Поэтому вы тоже иногда можете взрываться И конфликты в таком случае неизбежны Что бы ваш партнер ни делал Я вижу, что вы все равно всегда правы Или преимущество, или правда на вашей стороне Вот примерно так выглядит картина В вашем доме, в вашей семье Несмотря на то, что ваша вторая половинка Вас провоцирует на эти конфликты Выяснения отношений В глубине души вас любит Без вас не может И нуждается где-то в вашей поддержке И в ваших советах Я не вижу того, чтобы ваша пара Распалась, даже если есть мысли о том Быть или не быть мне дальше с этим человеком Пока вы вместе Переходим к нашим свободным девам Для свободных выпала семерка жезлов Карта туза монет И карта двойки чаш В общем-то карты неплохие Но семерка жезлов говорит также о том Что и вам многое достается в борьбе В постоянной борьбе У вас тоже с кем-то могут возникать В работе ситуации конфронтации Давление, противоборство, конкуренции Поэтому карты предполагают борьбу За свои собственные позиции За какие-то свои убеждения За свои идеалы Но вам сама судьба Будет сейчас помогать и благоволить Потому что карта туза монет Говорит о том Что в вашу жизнь вмешиваются высшие силы По тузу монет Это могут быть любые дополнительные возможности Это могут быть чьи-то для вас Неожиданные хорошие предложения Которые стоит рассматривать Которые могут принести вам И изменения И выгоду И доход Также в вашем ближайшем окружении Я вижу человека Который вас искренне любит И человека Который к вам искренне привязан Двойка чаш Может показывать даже человека Вас влюбленного Поэтому если вы встречаетесь Несмотря на то, что между вами Тоже периодически бывают перепалки Вы друг друга дополняете И тут все-таки есть слышимость И желание быть вместе со стороны Двух людей Карта может предполагать и встречи И близость И то, что вы друг друга Для себя расцениваете Как подарок судьбы То есть вы Может быть цените того человека Который рядышком с вами Так же, как и он у вас Скорее всего И у вас И у этого человека Сейчас есть финансовые сложности Но вы не являетесь Людьми пассивными Или ленивыми Поэтому заработать И выйти из вот этих Определенных затруднений Вы оба сможете Так же для кого-то Эти карты могут говорить Вообще о новых встречах И знакомствах Поэтому Общайтесь Знакомьтесь В вашу жизнь Могут входить Очень интересные И достойные люди Ну и Сами карты Единичка И двойка Говорят о том Что что-то только-только Начинает развиваться Или зарождаться Но это то Что будет придавать вам Уверенности Это то, что будет придавать вам Сил и энергии Поэтому, конечно же Вам нужен Рядышком человек Как родная душа Многие делают Основной акцент На рабочие Процессы Я вижу, что вы Пытаетесь развиваться Но и в любви Так же что-то Решается Теперь давайте Возьмем дополнительные Карты Исключительно На вашу Профессиональную сферу И для тех, кто работает И для тех, кто не работает Для тех, кто работает Что вам нужно знать Для вас Выпала карта Старшего аркана Императора Конечно, эта карта Гарантирует стабильность В отношении Основной работы То есть вы способны Удержать позиции В вашей работе Если говорить о женщинах Эта карта может показывать Мужчину С которым вы связаны Работой И от Организованности Мужчины Очень многое будет зависеть Но мужчина Сейчас как Ведущий Или рулевой Но если говорить о женщинах Вы тоже делаете Очень и очень многое Это приводит К совместному успеху И хорошим результатом Карта гарантирует Доходы Для мужчин Эта карта Говорит о том Что вы можете быть Прекрасными руководителями Организаторами Даже если вы работаете На кого-то Вы способны Быть самостоятельной Единицей И от вас еще могут Зависеть другие люди Те, кто работает Сам на себя Если говорить о мужчинах Это Умение Управлять Умение Для тех Кто работает Сам на себя В особенности Если говорить О мужчинах Эта карта Говорит о том Что вы Уже очень многого Добились Благодаря Собственному Труду Завышенным Требованиям И к самому К себе И к другим Людям Но сейчас Вы тоже Перед некой Дилеммой Того Как все-таки Что-то Улучшить Ну Теперь давайте Возьмем Дополнительную Карту Для тех Кто пока Без работы Для тех Кто без работы Выпало десятка Мечей К сожалению Эта карта Показывает Любые болевые Моменты Сложности То что Есть какие-то Проблемы Может быть И извне Трудоустройство Сейчас для вас Крайне Сложно Потому что Что-то Мешает Также Если меня Смотрят люди Которые На пенсии Тут стоит Обратить Внимание На свое Здоровье И для начала Заняться Своим Собственным Здоровьем У вас У вас Как будто На что-то Не хватает Сил И Я вижу Потерю Энергии Есть Пробои В энергетике Вы можете Быть просто Ослаблены Или Истощены Вам даже Питаться Стоило бы Лучше Но Давайте Возьмем Для вас Еще одну Карту Для вас Выпала Карта Старшего Аркана Солнышка Обращаю Ваше Внимание На то Что После Десятки Мечей Выпала Карта Возрождения Восстановления Возможностей Поэтому Все у вас Наладится Даже если Сложности Сейчас И есть Они Временного Характера Если Меня Смотрят Люди Активные И те Кто Хочет Трудоустроиться Даже Если В этом Периоде Не Получится Значит Вам Пока И не Нужно Чуть Позже Будет Работа Вас Достойная И Работа С Хорошей Оплатой Даже Те Кто Вообще Не Работает Карта Солнышко Показывает Семью Близких Людей И Конечно Кто Не Будет В отношении Вас Равнодушен Поэтому Помощь Обязательно Придет И Она Приходит Ну А теперь Рассмотрим Скрытые Факторы Что в них Скрытые Факторы Выпала Карта Короля Чаш Пажа Чаш И Карта Старшего Аркана Суда Две Карты Чаш Короля С Пажом Могут Говорить О том Что Меня Смотрят Мужчины Влюбленные Или Может Быть Меня Смотрят Женщины В которых Влюблен Мужчина Может Быть Человек Семейный Или Человек Который Находится В состоянии Развода Если Меня Смотрят Те У кого Отношения Все-таки Доходят До Развода То В будущем Для вас Это Будет Вопрос Номер Один Даже Работа Отойдет На Второй План Потому Что Для вас Важно Будет Разобраться В личной Жизни И я Вижу Что Вы Захотите Что-то Поменять У тех У кого Есть Детки Я Вижу Что Вы Пытаетесь Помочь Детям Близким Родным Кому То Из Старшего Поколения Тут Вам Сами Высшие Силы Будут Помогать И Если Кто-то Рядышком С вами Болеет Эта Карта Тоже Может Говорить О том Что В роду Есть Люди У которых Проблемы Или Болезни Непременно Помогите Тем Кто В этой Помощи Нуждается И Если Меня Смотрит Женщина И Рядышком С вами Есть Мужчина Который Говорит О том Что Любит О том Что Ценит Он Говорит Это Абсолютно Искренне Также Хочу Заметить Что Воспитание Детей В особенности У тех У кого Дети Маленькие Или Дети Подростки Конечно Зависит Очень Много От Двух Родителей Но Сейчас Делается Акцент На Отца На Мужчину То есть В особенности Если мальчики Они Подражают Они Берут Пример Постарайтесь Быть В отношении Своих Детей Ближе Постарайтесь С ними Больше Разговаривать Общаться Что-то Доносить Им В доступной Для них Форме И Понятным Для них Языком И Поверьте Что Будет Слышимость Ваши Дети Обязательно Будут К вам Прислушиваться Если У кого-то Дети Учащиеся Тут Могут Быть Вопросы Образования Сложности В обучении Сейчас Может Нужны Какие-то Дополнительные Занятия Потому Что Тут Явно Есть Пробелы В знаниях Тем более Если Меня Смотрят Те Кого Ждут Зачеты Или Экзамены Или Поступления Если Дети Взрослые То Карты Могут Доверить О том Что Уже У Взрослых Детей Могут Быть Какие-то Проблемы Вопросы По Личной Жизни Так же Как И У вас На Завершение Этого Периода Для вас Выпала Практичная Деловая Карта Тройки Монеты Она Говорит О том Что Подводя Итоги Этой Недели Вы Будете В общем Довольны Потому Что Карта Показывает То Что Есть В наличии Деньги Вы Чем-то Заняты Вы Приносите Пользу И себе И ближайшему Окружению При этом Вы Чем-то Увлечены Тут С кем-то Идет Очень много Общения Общения Для вас Интересного Карта Может Говорить О том Что В выходные Дни Возможно Кто-то Из вас Захочет Подработать Или Заработать Лишний раз Выйти На работу Может Кто-то Работает На дому Вы Зарабатываете Не выходя Из дома Но Карта Показывает Возможности То есть Это Дает Вам Дополнительные Денежные Ресурсы Конечно же Лишний раз Повторюсь Если вы Учитесь Учитесь Потому что У вас Есть Потенциал Роста И вы Способны Что-то В своей Жизни Улучшать Даже Если Сейчас Вы Подвисаете И что-то У вас В знаках Вопросов Ну Давайте Теперь Возьмем Карту Дополнительного Или Основного Совета И Посмотрим Что Советуют Вам Карты На Основной Совет Выпала Восьмерка Мечей То есть Эта Карта Может Говорить О том Что Есть Какие-то Обстоятельства Извне Которые На вас Давят То есть Вы Сейчас Может быть Не можете Прыгнуть Выше Своей Головы Или Выше Своих Возможностей Но Тем Не Менее Вы Все равно Должны Искать Выход И не Впадать Вот В Эти Депрессивные Состояния Также Карта Делает Большой Акцент На Вопросы Здоровья В Особенности У Тех У Кого Есть Что-то В Хронике Вы Должны Постоянно За Собой Смотреть И Вы Должны Себа Поддерживать Если Хотите Нормально Жить И Радоваться Жизни А не Мучиться По Вопросам Здоровья Я Также Вижу Что Здесь Есть Выбор Вариантов Того Как Лучше Поступить Или Карты Могут Говорить О Альтернативном Лечении Но Здесь Опять Таки У Кого То Все Это Может Упираться И В В В Ваше Собственное Время И В В Ваши Финансы Ну А Теперь Посмотрим Сбудется Ли Ваше Желание На Ваш Вопрос Вы Плакарта Старшего Аркана Папы Императора Стопроцентный Ответ Да Я Вас С Этим Поздравляю Если Говорите Женщинах То Карта Показывает Мужчину Который Вам Будет Помогать Или От Мужчины Ваш Вопрос Зависит Также В отношении Вашего Вопроса Вмешиваются И Сами Высшие Силы Потому Что Это Глаз Свыше И Какие Ваши Молитвы Ваши Просьбы Непременно Высшими Силами Будут Услышаны Я Вижу Что Вас В жизни Еще Ждут Впереди Дальнейшие Испытания Но Вы Пройдете Их Очень Достойно С Высоко Поднятой Головой Поэтому Я За Вас Спокойно И Я Вижу То Что В любой Ситуации Вы Останетесь Людьми Потому Что У Вас Есть Принципи Потому Что У Вас Есть Убеждения И Потому Что Вы Таковы От Рождения Уважаемые Девы Таким Для Вас Был Расклад На этот Период Пишите В обратных Сообщениях Насколько Для Вас Информация Была Интересна И Полезна Я С Вами Не Прощаюсь Не Забывайте О том Что Каждую Неделю Выходят Еженедельные Прогнозы Конечно Они Могут Выходить С Опозданиями С Задержками Так Как Приходится Работать В Состоянии Войны Я Имею Ввиду Внешнюю Политику Но Она Так Или Иначе Отражается На нашей Жизни Всем Огромной Удачи Здоровья Возможностей И До свидания Продолжение следует